вообще бог зародился у нас по нашей истории который он зародился очень давно первый чемпионат вот сегодня мы которые считаем что он должен он прошел у нас 38 году первый чемпионат города и вот постепенно потихонечку там были конечно общественники самоучки потом постепенно зарождалось но у нас вот первый чемпион олимпийских игр из советского союза он из бурятия это владимир константин сафрон и считаю что сегодня боксеры бурят если общем говорить и мужчины и женщины мы наверное где-то первой десятки в стране считаем это неплохо это есть у нас над чем работать дальше можем работать зовут меня об этом унко ванкеев являюсь директором данной школы школа олимпийского резерва амери 11 сам мастер спорта международного класса чемпион россии призер европы кубка мира и участник олимпийских игр у нас школа олимпийского резерва занимаются дети у нас здесь есть начальная подготовка есть группы спортивные совершенствования и конечно же наши лидеры это группа лучшего спортивного мастерства куда входят мастера спорта международного класса подающие надежды ребята у нас много подходит уже члены сборной россии у нас есть но у нас в республике скажу что бокс очень любят поэтому желающих заниматься боксом очень много ну и наши те же ребята которые уже раньше занимались они сами приводят своих детей ну бокс мне очень нравится это вид спорта который проверяет человека на стойкость на характер бокс воспитывает людей и развивая с ним только положительные качества хочется конечно попасть в сборную россии закрепиться там проводить сборы с опытными мастерами спорта международного класса заслуженными нас их много с опытными девочками но я скажу то что это для меня значит бокс сделал меня другим человеком ну я стала более уверенней можно даже сказать пунктуальнее дисциплинирование ну и как-то все равно характер стал сильнее сила воли во всем даже в учебе это проявляется непосредственно в нашей школе у нас 183 спортсмена это вместе с группой начальной подготовки по спортивным совершенствам и наши лидеры все желающих очень много в зале у нас есть инвентарь все что необходимо у нас два два ринга не все которые больших городах даже похвастались у нас два ринга все необходимое вот это оборудование тренажерный зал у нас все необходимое есть недостатка спортивным залом города нет ну и преспублики тоже нет недостаток пока в квалифицированных тренеров раньше у нас когда еще был бурятский педагогический институт там у нас спортивный факультет там ну 25-30 у нас всегда выходила боксеров те которые ну их половина становилась тренером вот к сожалению у нас последнее время боксерского отделения нет но мы сейчас над этим работаем что разговариваем с ректором договорились что все-таки боксеры мы сами будем предлагать все бюджетные места появились особенно в этом году 50 человек на спортивной факультете бюджетных ресторанов вообще ни одного места не было быть поэтому мы своих таких скажем боксеров желающих стать дальнейшим тренером будем направлять и вот эта проблема решится у нас где-то три с лишним тысяч всего занимающихся из них конечно большая часть это дети взрослых намного меньше если нас смотреть чемпионат республики по же по мужчинам и женщинам у нас участвует порядка 190 человек это значит ну половина женщин половина мужчин но почти все кто могут боксировать они боксируют на чемпионате республики вот считаете взрослых активно занимающихся боксом которые могут себе позволить выйти на ринг а так занимающих для себя который не выходит конечно их много платные ходят секции так вот чисто для себя я считаю это тоже здоровый образ жизни значит запланировали сбор в улан-удэ вначале прошли значит этап акклиматизации на озере байкал нас радушно здесь приняли наших спортсменов разместили это школа летняя школа база республиканской школы олимпийского резерва это не только для боксеров это вся школа другие со всей республики приезжают здесь ребята у них по-разному то две недели у них двухнедельные тут сборы трехнедельные сборы и постоянно меняется 200 человек они принимают чем удобно тем что вот прямо на берегу байкала это детская школа это здесь взрослых нет детской школы вдоль байкала бегают здесь живут питание хорошие тренеры в общем у нас постоянно конкуренция здесь сейчас я думаю что оно пришло время развивать клубный бокс почему я так считаю потому что у клубный бокс он не может конечно в каждом регионе быть клуб потому что клубный бокс означает что руководитель клуба должен взять или практически сто процентов финансирование на себе это хорошая заработная плата это хороший премиальный это нужно привести спортсмену боксировать формат боя какой-то придумать поэтому я считаю что сегодня на сегодняшний день развитие клубного бокса было бы толчком вперед или какое-то изменение формата проведения соревнований мне надо к этим к разным событиям которые проходят я думаю что это было бы здорово у нас со спортом стало намного веселее потому что поддержка спорта идет максим на максимальном уровне если говорить например большим о том о чем мы всегда мечтали сегодня в республике вряд ли принять на региональном уровне закон поощряющую мотивацию спортсменов которые выигрывают большие соревнования у нас если выигрывает чемпионат европы чемпионат мира разовая универсиаду все серьезно соревнования международном уровне них единовременные выплаты единовременные вплоть до миллиона рублей спортсмену и тренеру если же у нас мы считаем что он второй раз допустим призер чемпионата мира стал приехал ему сразу квартиру дают понимаете если выиграл олимпийские игры то у него сразу квартиру дают дают премиальные пожизненная выплата если у него золотая медаль 30 тысяч рублей пожизненная выплата спортсменов пожизненная выплата тренеру и первому тренеру мотивации есть денежные выплаты есть почет есть конечно я считаем что вот наш регион но не сказать что впереди планеты все но все равно тройки лучших регионов которые принимают такие законы и идут на встречу спортсменов здесь постоянно народ 200 человек конечно для всей республики для всех спортивных школ это очень мало вот мы в этом году планировали здесь все эти деревянные строения построить ну такую базу туристического спортивно туристического направления но пока это мы решаем с руководством республики с главой республики чтобы здесь все-таки благоустроенное обширитель было типа гостиничного типа и спортивный зал был каменный серьезные конечно или там из металлоконструкцию но сделать современный потому что в общем то место есть раз место есть надо создавать условия